Добрый день, дорогие друзья, зрители, подписчики. Я рада, если вы смотрите этот сюжет. У нас в чудесном городе, в нашем Семипалатинске, чудесный день солнечный, сентябрьский. Ну, и я вот наслаждаюсь, с работы пришла, и вот наслаждаюсь своим садом, цветочками. У нас резко континентальный климат, и все это великолепие, красота может исчезнуть очень быстро. Очень быстро исчезнет, и все. К сожалению. У меня на душе не очень все хорошо, потому что вчера мой сосед, Алибек, он, как я не знаю сказать, напал на меня или... В общем, пьяный сосед пьет по пятницам. Он где-то работает на хорошей работе, которую он бережет, дорожит этой работой. И, к сожалению, в пятницу у него вот такой отходняк. Он начинает пить, еще в субботу продолжает, а в воскресенье уже все. И вот я уже третью подряд в пятницу вечером нападает ко мне, приставал. Ну, как, в каком смысле? Зовет к забору, потом начинает ерунду всякую говорить. Вот там клен мешает, вот там собачка гавкнула, еще что-то. Ну, я сначала вот выслушивала, да-да-да-да, понимаю, что пьяный человек. Потом другую пятницу я ему сказала, более грубо уже. А вчера он как бы пришел к границе дозволенно, палкой машет. Я сейчас поубиваю собаку. Ну, просто пьяный человек, его никто не трогал. Собачки молчали. Ну, естественно, если пьяный мужик начинает перелазить через забор, собаки, конечно же, будут лаять. Они у меня начали лаять хором. Вот. И так вот случилось, что он кричал, собачки лаяли. Я в таком легком шоке была. И ему сказала, правда, спокойно, что я вызову полицию. Он говорит, я тебя убью сейчас, сука. Ну, я ему, правда, сказала, ты вдвое младше меня. Как тебе не стыдно вообще со старшими так разговаривать? Я говорю, я к тебе лезу? Нет. У вас огород больше моего в два раза. Что тебе нужно на моем огороде? Пошел вон отсюда. Ну, вот в таком плане. Я убью и тебя, и собак. Вот. А сегодня он и все. А я сказала, что полицию вызову. А у меня, честно говоря, телефон, штекеру телефона сломан. И я не сообразила, что можно вообще-то позвонить в полицию по сотовому. Ну, я даже, честно говоря, я не знала. Я же в полицию-то не вызываю. Никогда. Ну, а сегодня вот ходит, претензий нету. Были бы претензии, он сказал бы. Трезвый человек. Вот у меня претензии такие-то. Претензий нет. Вот. Ну, а мне неприятно, конечно. Я вчера так-то испугалась. У нас как соседи. Вот у нас в огороде два соседа. В смысле, я и соседи мы живем. И вот этот через забор. Алибек. И этих соседей не было. Они не ночевали. Вот. И если, честно говоря, эти собачки, они меня действительно охраняют. Мало ли какой придурок вот так вот может. Мало ли какой придурок может вот так вот привязаться, перелезть через забор или еще что-то. В общем, как бы не очень весело. Неприятно. И собаки-то мои перепугались. О, Господи. Бедняжки, как они перепугались. Молчат сегодня весь день. У меня девчонки. У меня несколько собачек. Так случилось. Я никакая там не собачница. У меня так случилось, что я щеночков не смогла девочек раздать. И у меня двух пометов в двух лет остались. У меня так папа-мама. И девчонки трое-две. Вот семеро собачек маленьких. Ну, они так у меня культурные, привитые. Я все выбираю за ними ежедневно. Чтобы это... Я не могу их выбросить. Куда-то отдать. Как соседи советуют. На мясо отдай. Ну, в общем-то, они у меня культурные. Вот слышите, они и не гавкают. Вот. Ну, одна собачка у меня есть провокатор. Груша. Она вообще-то всю зиму дома жила. Но летом, естественно, я ее на улицу вывела. Потому что я уезжала и все. Вот. А она хочет домой. И она провоцирует. И вот на этого соседа лает. А почему на него лают иногда? Потому что он их раньше подкармливал. Хотел забрать и передумал. И так вот они у меня остались. Двоих хотел забрать. Ну, не забрал. Ну, вот. Теперь вот. Ну, собственно, он всегда ко мне привязывался. Хотя у меня одна собака была. И две было собаки. Он всегда находил. Через этот огород заглянет. И какое-нибудь указание мне дает. Меня, честно говоря, это бесит. Я не заглядываю к нему и не говорю. Вот. Спили то. Или там. У них вообще. Блин. Наши говорить не хочется. Вечно трава огромная. Толком ничего не растет. Ну, он просто вот, знаете, хочет. Не знаю. Может, завидует. Черт его знает. Что за люди. Что и медвежит. Вот есть такой сорт людей жуткий. Не знаю я. Так. А еще он у меня помидоры воровал. Я почему сейчас мало сажу. Потому что застукала я его. Он у меня воровал. Дрова. Помидоры. Через забор наша жена перелазила. Огурцы. Вот все, что посажу. Баклажаны. И мне что-то такое стимул стало отсутствовать. Садить все это. Потому что я могу купить. Ну, представьте, тоже женщина в возрасте ухаживает, ухаживает. А потом идет на работу, естественно. И с работой. Вот. Мне же не 20 лет. И вот эти соседи вдруг все начинают выкапывать. Они маринуют все из моих овощей. Ну, что поделаешь. Такова жизнь. Я это знаю, но я не вижу всегда. Я просто вижу, что у меня меньше помидор стало. Огурцы исчезли. Я хотела, допустим, их снять и не смогла снять. Утром были, вечером нет. И вот я так подозреваю, что он скорее всего хотел перелезть через забор, что-то украсть опять. Ну, вот эти несчастные помидоры. А собачки-то они не пускают. В том году их не было в таком количестве. Вот. А еще у меня сосед уехал. У него жена больная. Вот. А эти тоже не ночует ни бабушка, ни дочка его дома. И там у него тоже много ценного. Газовые баллоны, там инструменты. Он, может, хочет тоже перелезть, да у него там пошарить, украсть что-то. Ну, вот. А мы тут с собачками форпостом стоим. Ну, ну, вот так вот. Я это все понимаю, но я чувствительный человек. Ну, и надеюсь, все будет хорошо. Мне посоветовали в полицию пригрозить. Я ему сказала вчера, что еще это самое... Я сейчас, говорю, полицию вызову. Вот. А он сказал, что я, сука, я пойду сейчас убью тебя и собак, убью ваших, твоих. Я говорю, я к тебе не лезу, ты ко мне не лезь. Что тебе в моем огороде надо делать? Что нужно? Я говорю, позови жену, я с ней поговорю сейчас. Вот. Потом пришлось мне завопить, он палкой начал размахивать тут, собаки лают. Но я вижу, соседей нет, никто не поможет, уже темно. я завопила, караул, помогите. Сосед меня убивает, сосед Алибек меня убивает. Ну и завизжала сильно. Он испугался и убежал. Ну что поделаешь, вот приходится защищать теми способами, которыми, которые вот придут в голову только. Вот так вот. Вот такие дела. расстроилась сегодня, естественно. Мне кажется, у меня морщины даже прибавились на лице. Никакая косметика не поможет. Ну вот в чем садик благоухает. Цветочки. Да, котик, вот котик у меня есть, соседский котик, что-то его они не кормят. И он у меня ночует на крыльцах, я домой не могу запустить, потому что он непривитый. И сейчас покормлю тебя. И вот корм тоже, у меня дорогой корм, муфин такой, дорогой-дорогой корм итальянский. Ну я вот его тоже подкормлю, но он все равно какой-то худой почему-то. Худенький. Соседи его вообще не кормят и домой не запускают. Вот. А собачки у меня все привитые. Они не чешутся, даже блох нет. Ну просто они маленькие, им иногда охота внимание привлечь, они вот стараются, ларить. Но они напуганные, они вот молчат, они напуганы сами и вчерашним событиям. Вот ко мне другой сосед подошел, говорит, ой, отдай их, он сосед у нас, Игорь, царство небесное, он умер, на мясо, на мясо. Тут вот кому собачку это отдают, если некуда, ну некуда, никому не нужны собачки, тем более девочки, отдают на мясо. Ну я, конечно, не могу этих девчонок выкормила, этих сучек маленьких. Малышек с молочком прям с самого рождения и вдруг представить, что с этих милых, умных собачек будут шкуру сдирать и делать мясо и пирожки домой нет. Только не это. Пусть я лучше буду странной теткой, у которой семь собак. Ну это, эх. Ну, молодцы, что они не гуляют, они вот на цепи сидят. Они все у меня привязаны хорошо. У них цепи, блоки, конурки. Вот. Ну, ну так вот, тесноте до него в виде. Ну вот так вот. Марик, покормлю тебя сейчас тоже. Ну, честно говоря, если бы не эти собачки, мне бы вообще даже не с кем было разговаривать. потому что, ну, с муфой только. У меня дети уехали. Они у меня уехали в Казахстане, только на юг. Взять южанин, и мы здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, фу-фу-фу-фу. Ну, на кота и реагируете вы. Ай-яй-яй. Альфа, ну как не стыдно, Фу, нельзя. Вот они на этого кота реагируют, лают на него, блин. Не знаю. На кота, на соседа, пьяного. А так они не лают. Вот так вот у нас тут, так мы и живем. Жизнь бывает такая полосатая. и хорошее происходит, и неприятности. Я, честно говоря, вот недолюблю пьяных мужиков, побаиваюсь их. Ну, это я считаю, как сказать, опасный человек. Он может сделать что угодно. Ну, у меня, если что, у меня, честно говоря, топорик есть. На веранде лежит за газом. Так что я это но я себя этим утешаю. Конечно, не собираюсь ничего такого делать. Но защититься, наверное, смогу. Может быть. Может быть, и нет. Не знаю. Вот такие вот пироги. Вот такое благоухает все. Эти помидорки еще пока вот я прогноз посмотрела. такие мелкие у меня есть. Прогноз посмотрела. Ну, поливаю их вечерами. Ну, я не знаю, вырастут ли они, если ночью небольшая температура. Вот. Невысокая. Посмотрю. Хочется, чтобы подросли. Ну, я просто поздно их посадила. если бы посадила в мае, а я их в июне посадила. Вот из-за того, что я поздно посадила, вот у меня цветочки есть. Еще есть гладиолус. Он в тени тут неудачно. И он даже, видите, он ничего не пустил, никаких стрелок. А нет, вот какая-то стрелочка есть. Есть стрелочка. Но я не верю, что уже до заморозка что-то зацветет. Вот еще георгильчик. Вот георгильчик. Тоже я не вижу, чтобы что-то зависть какая-то была. Вот он такой большой вырос. В неудачном месте посадила тень между двумя кустами вишни вылочным. Вот он. Вот он, он весь такой. Вот он, вот он, вот он, вот он. Высокий, но нет завязи. Вот это цветочки у меня перед крыльцом. Здесь были такие лилии в июле, в июне. Очень много лилий. Альфочка. Много лилий. Ну, как-то они вот полегли. Ну, отцвели просто и все. Еще цветочки тут есть вот под окном. Вот это прямо на этом на колодце горшочек. Я не знаю, у соседей подсмотрела. какая идея хорошая вот на колодец на этот канализационный поставить горшок и посадить в него вот так, ну, допустим, вот такие цветочки. А то так всегда некрасивый этот кружочек был. Вот так вот. Это соседи у меня. Вот, посмотрите, как у соседей пусто. Пусто, пусто, пусто. Ну, никаких садов ни на улице, нигде тут нет. Только у меня. Нет, ну, есть еще люди? Молчим. Найда, совесть есть? Фу! Ну, в общем, вот так вот все. чудесный денек. Отличный вот клен. Крыша, клен. Так вот все. Так вот все у нас. Ну, все, дорогие друзья. Пока.